Дорогая Церковь, уважаемые друзья, которые посетили наш Дом молитвы, желание моё сердце в заключении нашего служения обратиться ещё к тексту Священного Писания, который как бы не совпадает с нашим основным праздником, событием нашей Церкви, воспоминанием страдания нашего Господа. Вы знаете, наблюдая за жизнью Иисуса Христа, настолько потрясающая, короткая, содержательная жизнь, есть немного событий, которые мы не можем обойти, и желание моего сердца сегодня обратиться к 2 главе Евангелия от Луки. Всегда мы читаем, когда мы говорим о рождении нашего Господа, не правда ли? И я хотел бы сегодня вместе с вами прочитать Евангелие от Луки, 2 глава, только с 21 стиха. Евангелие от Луки, 2 глава, будем читать с 21 стиха. «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, наречённое ангелом прежде зачатия его в очреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий и ложественно, был посвящён Господу, и чтобы принести в жертву, поречённому в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нём. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришёл он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба Твоего, владыка, по слову Твоему, с миром. Ибо видели очи мои, спасение Твое, которое Ты уготовал перед лицом всех народов, свет, просвещение язычников и славу народа Твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нём, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, «О, вот, лежит сей нападение на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдёт душу, да откроется помышление многих сердец». Тут была также Анна Пророчица, дочь Фануилова, от колена Сирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет 84-х, которая не отходила от храма постом и молитвой, и служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нём всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Братья и сёстры, события, которые мы с вами только что прочитали, они как бы являются заключительным аккордом той прекрасного рождественского повествования о приходе в мир нашего Господа Иисуса Христа. Событие, которое мы с вами прочитали, оно вошло в историю христианской церкви как «Сретение». В переводе с церковно-славянского старого языка, которым пользовались раньше наш современный язык, понятный «встреча». Что означает эта встреча? С кем была эта встреча? Братья и сёстры, мы прочитали эту удивительную историю встреча старца Симеона с младенцем Иисусом Христом, которую принесли родители в храм. В данном отрывке, братья и сёстры, которые мы прочитали, описано три различных события. В 21 стихе, когда мы прочитали, это обряд обрезания. Оно исполнилось, когда младенцу исполнилось восемь дней. Это был знак завета, который Бог заключил с Авраамом. Это должен был совершить каждый израильтянин, в котором родился младенец мужеского пола. Интересно, апостол Павел в послании к евреям пишет о нашем Господе так, 12 глава, 14 стих, «А как дети 2 глава, 14 стих, «А как дети причастны плоти и крови, то и он так же воспринял онное, то есть плоти и кровь?» 2 глава, 17 стих, «Посему он должен был во всем уподобиться братьям». Братья и сёстры, мы видим с самого рождения, как Иисус Христос подчиняется закону для того, чтобы впоследствии искупить подзаконных. Младенец в тот же день получает имя, которое ангел сказал Иосифу Марии ещё задолго до его рождения. Это первое событие, мы с вами прочитали. Вторая причина, потому что, почему они были в храме, второе событие было связано с положением самой матери Марии. Дело в том, что после рождения ребёнка закон Моисеев запрещал появляться женщине в первые 40 дней. И когда этот срок истекал, родители должны были прийти, принести в жертву. Интересно, когда мы читаем книгу Левит, ветхозаветнюю книгу Левит, 12 глава, она даёт полностью подробное пояснение этого закона. Интересно, что есть указание, почему должно принести быть в жертву. Писание говорит так, 6 стих, за сына или дочь, 12 глава, 6 стих, за сына или дочь они должны принести однолетнего акца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скини собрание к священнику. Братья и сестры, хотелось бы отметить, в народе Божьем понимание греховности человека закладывалось уже с первых дней его жизни. 40 дней проходило и не должны прийти в храм принести жертву однолетнего акца. Но интересно, что Бог предусмотрел, что не для всякой семьи способно принести однолетнего акца в жертву. И 8 стих, это 12 главы, дает как бы уточнение, дает, знаете, такое как бы объяснение и помощь семьи. Мы читаем такие слова замечательные. Если же она не в состоянии принести акца, то есть семья, то пусть возьмут двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех. Братья и сестры, Иосиф и Мария были бедные люди. У них не было возможностей, средств, чтобы принести акца. И мы прочитали с вами, когда они пришли в этот храм, то здесь даже не упоминается об акце. Здесь мы прочитали, чтобы принести 24 стих 2 главы Луки, чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Пресестры, знали ли священник, который совершал этот обряд, кого держала Мария на руках? Она держала акца, который был заклан прежде создания мира. У них не было возможности принести, они принесли Господа. Это была потрясающая картина. Братья и сестры, интересно, мы смотрим в жертву за грех. Уже тогда закладывалось понимание, что человек виновен пред Богом. Сорокалетний ребенок, младенец, а священник уже закалывал животные. Уже тогда проливалась кровь в понимании того, что придет тот, который возьмет на себя грех мира. Братья и сестры, интересно, но здесь упоминается еще жертва всесожжения. Жертва за грех понятно, почему нужна была жертва всесожжения. Вы знаете, история израильского народа удивительна, когда мы читаем и следуем. Речь была связана с положением самой матери. Это была своего рода благодарность женщины за то, что Господь послал ей ребенка. На 40 дней состояние матери уже утвердилась, она чувствовала себя неплохо, и она благодарила Господа за то, что она имеет дитя. И ребеночек был здоровенький, поэтому приносилась вот эта жертва всесожжения. Это было очень интересно. Третья причина, братья и сестры, почему они были в храме заключалась в том, что если в семье рождался первенец, и это был мальчик, необходимо было сделать следующее, необходимо было его принести и посвятить его кому? Господу. Это Господь дал повеление такое, когда мы читаем, когда народ израильский вышел из Египта, когда они были освобождены из рабства, в книге Исход, 13 глава, с первого стиха Бог дает повеление Моисею, говорит так, «Освяти мне каждого первенца, какие родятся у сынов Израилевых, первый плод материнского чрева, и первенцев людей, и первенцев скота, они принадлежат мне». Братья и сестры, вот причина, по которой Иосиф и Мария взяли младенца Иисуса и пришли в храм. Три причины мы с вами рассмотрели, но было еще одно событие, которое они даже не подозревали, событие, которое господь одного человека в течение многих и многих лет. Там произошла удивительная встреча старца Симеона с Иисусом Христом, и Писание дает нам прекрасную характеристику этого человека, которого приготовил Бог для этой встречи. Когда родился ребенок в семье родителей Симеона, ему дали имя Симеон. Значение имени этого с еврейского языка в переводе означает «слышание». Родители хотели, чтобы ребенок ихний способен был слышать, и я думаю, что желание было далеко не только в том, чтобы он физически слышал. Они хотели, чтобы он слышал голос Господа, чтобы этот человек был способен понимать Бога. В пятницу, братья и сестры, кто был на собрании, мы слышали о человеке Божии Самуиле, которого Анна принесла, помните, в храм, который находился, который рос, и который Господь тоже учил, чтобы он слышал голос Божий. И когда мы смотрим, какое было духовное состояние народа, атмосфера в то время, когда рос мальчик Самуил, книга Царств, первая книга Царств, брат читал в пятницу, третью главу, первый стих, определяет состояние духовное таким образом, слово Господне было редко в те дни, видения или откровения были нечасты. Братья и сестры, когда Господь очень редко говорит, тогда что? Нужно слышать, нужно быть способным слышим, чтобы не пропустить голос. И помните, этот юноша, этот отрок, когда пришло время, когда Господь стал с ним говорить, он такие слова сказал, говори, Господи, ибо слышит раб Твой. Братья и сестры, с чем-то есть вот это сходство. Я думаю, что старец Симеон тоже рос в таких условиях, когда слово Господне было редко в те дни, и видения были нечасты. Когда мы смотрим книгу пророка Малахии, Бог последнее слово обращает через этого пророка, и затем сколько лет молчания? 400 лет молчания, когда Бог не говорит своему народу. И вот поэтому родители, видя, что состояние, они дали имя Симеон, слышание, они хотели, чтобы он слышал Господа. Нам не известно время его детства, его отрочества, его юности, мы встречаем его в зрелом, преклонном возрасте, встречаем его в храме, и Писание дает ему прекрасную характеристику. Муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Братья и сестры, праведный, благочестивый, в чем заключалась ветхозаветняя праведность до того, когда еще жертва Христа не была совершена на Голгофском кресте. Помните, родители Иоанна Крестителей, Крестителей, помните, Елизавета и Захария. И Священное Писание тоже говорит о ихней праведности. Они были праведны пред Господом. В чем заключалась ихняя праведность? Поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Ветхозаветняя праведность заключалась в том, что люди поступали по заповедям и уставам Господним беспорочно. И в этом заключалась ихняя праведность. Этой праведностью обладал и Симеон. Он был человек благочестивый, что значит богобоязненный человек. Бога боялся Симеон. Чающие утешения Израилева, что это за характеристика, что это за состояние, чать, утешение. Просестры, это значит ожидающие спасения для Израилева, ожидающие спасения для своего народа. Братья сестры, какая прекрасная личность формировалась в то время, когда небо молчало, когда в храме была коррупция, братья сестры, когда духовная жизнь израильского народа превратилась просто в формальность, в обрядовость. Каждый день совершали жертвоприношения, служения, шло своим чередом, но не было жизни духовной, настоящей, не было этого поклонения. Братья сестры, и Бог избрал себе человека, которому имя было слышание. Симеон слышал, что Бог посетит народ свой. Симеон слышал, что Бог посетит народ свой. Он уже ожидал спасения для своего народа. и поэтому Бог не мог оставить такого человека, братья сестры. Бог презрел, Бог обратил внимание на этого человека. Знаете, что совершилось в жизни Симеона, самое большое? Бог послал Духа Святого на нем. Братья сестры, это был Новый Завет, это было до Пятидесятницы, когда Дух Святой сходил только на отдельных личностей. Мы не знаем при каких обстоятельствах, подобно, может быть, помните, как в жизни Давида было, как в пророка Илии или в пророка Елисея, который пожелал, чтобы Дух, который на нем, пусть будет на мне вдвойне, но Бог в определенный день жизни послал Духа Святого, который написан, Дух Святой был на нем, на этом человеке, и более того, в какой-то определенный момент Дух Святой засвидетельствовал, сказал ему, Симеон, ты не умрешь, доколе не увидишь Христа Господня. Я думаю, что для Симеона, братья и сестры, с этого дня, с этого момента, когда он услышал его имя, значение имени, перешло немножко в другую фазу, в другой формат, в другое понимание. Из состояния слышания он перешел в состояние ожидания. ты не увидишь смерти, доколе ты теперь не увидишь Христа Господня. Братья и сестры, всем, кто находится в нашем зале, взрослым, детям, молодежи, всем знакомо состояние ожидания, не правда ли? Все мы в нашей жизни когда-то ожидали, ожидаем и будем ожидать. знаете, ожидаем важных, значительных событий, маловажных, незначительных, разницы нету. Все мы испытали это состояние ожидания. Я хочу сказать, братья и сестры, как много сегодня в жизни люди ожидают, и эти ожидания не сбываются. Люди ожидают перемен каких-то нереальных, каких-то иллюзорных, каких-то обманчивых, каких-то временных, что что-то произойдет в ихней жизни. И как в одном стихотворении говорится, ожидали лучшего, а дождались худшего. Ожидали радости, а дождались слез. Братья и сестры, что-то напоминает сегодня жизнь многих-многих людей, жизнь в ожидании иллюзий. Братья и сестры, но есть среди всех наших человеческих ожиданий есть то ожидание, которое никогда не обманет, которое никогда не подведет, которое исполнится время. Это время ожидания нашего Господа. Братья и сестры, этим ожиданием жил этот старец. Он ожидал Господа, и он знал, что он не уйдет из этой земли, пока его лично глаза не увидят Христа Господня. есть известный 129-й Псалом Давида, который начинается из глубины к тебе взываю. И в 6-м стихе там есть прекрасные слова, которые передают состояние Давида его ожидания. И он пишет так, душа моя ожидает Господа, как? Более, нежели стражи утра, нежели стражи утра. Братья и сестры, давайте представим состояние Давида, который ожидал Господа. И он сравнивает со стражей, те, которые сторожат. Служба, работа, сторож заключается в том, что он бодрствует всю ночь, он не спит, правда. И что он ждет? Когда же утро настанет, когда сменит караул, когда он сможет отдохнуть. И вот Давид говорит, это Господа, душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра. Братья и сестры, сегодня вопрос к нам, ожидаем ли мы Господа? Жаль же ли наша душа, когда он посетит нас в доме молитвы, когда он посетит наших детей спасением, когда он посетит нас ободрением, ожидаем ли мы Господа? Почему Давид отвечает в 129 салме в 7 стихе, у него были основания ожидать Господа? Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у него избавления. В жизни Давида еще никогда не было такого дня события, чтобы он разочаровался в этом ожидании, и он ободрял и людей, которые вокруг, он ободряет и нас. Я сейчас закончил читать книгу пророка Еремию, изучая плач Еремию для себя, и вы знаете, читая эту книгу, наполняя глубоким плачем, глубоким сокрушением, когда пророк Еремия находился в центре этих событий отступления народа израильского, когда Бог через пророка сказал, что народ будет уведен в плен Вавилонский, и интересно, что книга пророка Еремия заканчивается плачем Еремии, то есть все, что он мог, он плакал, интересно, братья свёздор, среди этого плача, скорбей, переживаний, пророк говорит такие слова, 3 глава 25-26 стих, «Благо Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его». И 26-й стих, «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Он говорит «Благо тому, кто ожидает спасения от Господа». Я хотел бы сегодня обратиться к тем, кто ожидают, может быть, ожидают, не знаю, кончания колледжа, работы своей, болезни, переживаний, искушений, испытаний, скорбей, чего бы ни было в жизни, братья и сестры, наши ожидания мы можем переложить немножко в другой формат, немножко на другие рельсы поставить, положить пование на Господа, как это делал Давид, как это делал Иеремия. Он говорит, что «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». И почему он дает ответ 31-32 стих, «Ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей». Иеремия не видел конца событий, но он возложил свои упования, и он говорит, что «ни навек оставляет Господь». Он знает, те, кто ожидает от Господа, не получат ответ. Братья и сестры, как похоже состояние Давида и Еремии, Симеона. Здесь упоминается еще Анна, старица, которая находилась, и не только Анна, а когда мы читаем, что «и она в то время, подойдя, славила Господа, оговорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме». Братья и сестры, если мы представим, то атмосферу, люди приходят в храме, идет торговля, священники подсчитывают прибыль, сколько они смогли обмануть этот бедный народ, которые должны были приносить этих животных, покупать в этом храме за большую цену. И Бог видел, и там находилась эта небольшая группа людей. Этот старый Симеон, братья и сестры, как часто он приходил в храм, как вы думаете? Каждый день. Каждый день он приходил в храм, и утром, и вечером. И приходила небольшая группа людей. Братья и сестры, и на состояние Симеона это не повлияло. Он все это видел. Он способен был слышать, и у него было прекрасное качество ожидать спасения от Господа. Они не знали, возможно, этих людей, но он знал, что когда это наступит, возможно, он приходил раньше всех, чтобы не пропустить это событие. И я думаю, что он уходил последний всех, когда провожал последнего посетителя, может быть, сегодня, ведь он не знал, какой день. Но, приходя в Дом Божий, в храм, он ожидал. Интересно, братья и сестры, мы встречаем здесь прекрасный стих 27-й, 2-й главы. И пришел он по вдохновению в храм. Братья и сестры, как можно ходить каждый день, утром, вечером? Будем помнить, что была особая личность, Дух Святой был на нем. И Новозаветнее, Новый Завет называет таких людей, как люди, вводимые Духом Божьим. На него ничто не могло повлиять. Ни отступление, ни формализм, ни коррупция, ничто. Дух Божий был на нем. И он ходил по вдохновению в храм. Претосер, это особое состояние. Это не такое уныние, когда мы сидим и смотрим, когда же собрание закончится. Ну надо же, опять в воскресенье, опять в церковь идти. Вдохновение, братья и сестры, испытывали мы в жизни. Не то вдохновение, когда мы садимся за новую машину, которую только что купили, а вдохновение, которое приходит свыше от Господа. Когда мы входим, поем этот прекрасный гимн, который сейчас будет хор петь. Когда мы раскаиваем стихотворение, когда мы поем, когда мы молимся, когда наши уста открыты, мы прославляем Господа, потому что Дух Святой исполняет нас. Когда мы проповедуем это слово, и наше сердце трепещет, ликует, мы проповедуем Святое Евангелие. Братья и сестры, это прекрасное состояние. Он приходил постоянно по вдохновению в храм. И этот день наступил. Братья и сестры, этот день наступил, потому что пророк Иеремия говорит, что благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Ему, благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Почему? Потому что исполнится этот день, этот момент наступил. Вы знаете, я думаю, ему не нужно было подсказывать. Симеон, Симеон, не пропусти. Человек, водимый Духом Божиим, он обязательно встретится со своим Господом. Будем помнить Его имя, слышание. Будем помнить Его состояние было ожидающей. И Мария не побоялась передать в руки младенца. Я представляю эту картину, когда он взял этого младенца, старый человек. Дрожащие руки, голос дрожащий, но исполненный Духа Божий произносит слова, «Ныне отпускаешь раба Твоего владыка по слову Твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение Твое». Братья и сестры, у нас нету времени, чтобы рассуждать. Я хочу сказать, что три очень важных истины Симеон произнес. Прежде всего, первое, Симеон произнес истину, что Христос является источником спасения. Братья и сестры, там в храме, в том храме, где уже служение было формальным, где держали этого младенца, который Христос когда-то придет и начнет провозглашать там благую весть, Евангелие. Этот старец уже предвозвестил. Видели очи мои спасения. Христос источник спасения. Это была чудесная весть. Это было Евангелие, это была новая весть. Вторую истину Симеон провозгласил, что Христос будет спасителем всех народов и светом для просвещения язычникам, да, в том храме, куда язычникам нельзя было заходить. Он сказал, что Христос будет светом для всех народов и для язычникам. И третья истина, что Христос будет источником будущей славы народа израильском. Симеон уходил из храма. И я думаю, это было его последнее посещение. О чем он думал, братья и сестры, человек, который выполнил волю Божию? Возвращаясь к храму, я могу представить, что он рассуждал. Мои глаза видели спасение. Теперь они могут закрыться навсегда. и ничего больше не видеть в этом мире. Братья и сестры, каким ничтожный выглядит тот мир для человека, который держал на руках Спасителя Господа. Каким утешительным является смерть для такого человека. Он умирает с миром. Он умирает с глубоким миром в Господе, в мире с собственной совестью, с удовлетворением в то, что выполнил дело, которое поручил ему Бог. Он уходит по славу Господа, приготовленный к встрече с Отцом Небесным. Вот в чем смысл и суть этого события. Перед тем, как мы будем молиться, братья и сестры, я хотел бы задать один вопрос для нашего рассуждения на этой неделе. Что ожидает ваше и мое сердце по-настоящему? Что беспокоит его? Чем оно заполнено? Ожиданием чего? Я хочу напомнить, что Симеон ожидал спасения от Господа. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы сегодня подумали, ожидаем ли мы Господа по-настоящему. Мы проповедуем, говорим, любим слушать о Втором пришествии, но ожидает мое сердце, ожидаю ли я Господа по-настоящему, так как Он будто придет сегодня. Апостол Павел в послании к евреям, 9 глава, 28 стихе, пишет такие слова. Так и Христос однажды принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха. Братья и сестры, хочу обратить внимание, для кого Он придет, а для ожидающих Его во спасении. Христос знает очень хорошо сердце каждое. И Его пришествие, братья и сестры, это не просто какое-то, знаете, незначительное событие. Христос связан с каждым Своим Детем Божиим, невидимыми нитями Духом Божьим. И Он знает, что здесь на земле есть люди, конкретные люди, которые ожидают, жаждат, ждут, молятся, поют, прославляют, проповедуют. И подобно как Симеон, уходя каждый день, храма, не пришел Господь, не настал моя еще час. И вдохновленный на следующий день Он снова возвращался в храм. И, слыша, Его сердце было наполнено, глаза были, может быть, смотрели на людей, пока наступил этот момент. Братья и сестры, вот такого ожидания хочет для нас Господь. Христос придет не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Давайте преклонимся пред нашим Господом, давайте прославим Его, давайте попросим, чтобы Господь очистил, может быть, вот эту пыль обыденности, привычной жизни, и засветилось вот это состояние, и наши сердца наполнились этим состоянием, когда-то имел этот старец, который имел способность слышать и ожидать своего Господа. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok